Зачем быть такой серой мышкой, если можно быть вот такой? Хей, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами снова Юлия Прелл. Сегодня темой нашего видео будет сравнение двух выпрямителей разных брендов, разных ценовых категорий, естественно. И одной из таких будет выпрямлялка от бренда Remington, базовая, меньше тысячи рублей. Сравним это с брендом Foxy Buy, очень известный американский бренд, только-только набирает популярность. И давайте посмотрим, как они работают, и действительно ли цена влияет на качество выпрямляемых волос. Так ли это? Мы узнаем сегодня. Ну что, поехали! Ну что, я только что помыла волосы, высушила их феном, и они поэтому не такие прям супер уложенные. Первое, с чего мы начнем, это выпрямлялка Remington, цена меньше тысячи рублей. Это марка, которая была на рынке очень долгое время. Дешевая техника, да, и ты получаешь, в принципе, что ты ожидаешь получить от стайлера за, там, тысячу рублей. Вы знаете, очень хорошая характеристика этого стайлера, то, что здесь можно регулировать температуру аж до 410 градусов. То есть, это хорошая характеристика, потому что есть один стайлер, он стоит гораздо дороже, чем Remington, и там максимальная температура составляет, может быть, 360, то есть это вообще ничто. Но, типа, он такой пафосный, дорогой, самая маленькая температура же. Но я считаю, что в стайлере должна быть температура как самая низкая, так и самая высокая. Я заплатила за это деньги, правильно же? Мы сделаем это 350, в принципе, это обычная температура. Я уже попшикала на волосы специальным средством для защиты волос. Использую вот такое русское средство, которое называется золотой шелк, эффект ламинирования. Я им иногда пользуюсь после душа, потому что оно очень мягкое, легкое и не делает волосы жирными, как это делают другие средства. Так, мы делаем это вот на этой стороне. На этой стороне мы будем делать Remington, на этой стороне мы будем делать наш Foxy Bay. Она уже даже немножко нагрелась. Давайте пробовать. Волосы сразу ощущаются очень горячими, несмотря на то, что температура не очень супер высокая. Все-таки 350 это достаточно. Минимальная температура, чтобы волосы выпрямились. Раньше, когда я использовала эту выпрямлялку, я очень любила закручивать волосы, как в кудре. Это была очень повседневная укладка, но она сделает свое дело определенно. Но потом вы вдруг обнаружите, что ваши волосы вдруг стали иссушаться, они стали стечься. И, в общем, вы обнаружите, что чем дешевле выпрямлялка, тем, возможно, она будет делать больше вреда вашим волосам. Даже при использовании какого-либо стайлингового средства. Очень даже хорошо все выпрямляется. Очень, кстати, классно, что это выпрямлялка. Она имеет форму немножко изогнутую. То есть вы можете сделать не только волосы прямыми, но и подкрутить их немножко. Это очень здорово. То есть не нужно использовать специальную накручивалку для волос. Это здорово. Попрямлялка, она прям скользит по волосам. И, в общем, это то, что у нас получилось. Очень классные кудри, если вы видите, прям без каких-либо усилий. В общем, такая получилась у нас укладка, используя плойку Remington. Давайте сейчас на этой стороне волос мы будем тестировать нашу плойку от Foxy By. Как только вы включаете эту плойку в розетку, вам сразу же пишет плойка эта, что она выключена. И вы включаете ее как? Нажимаете, зажимаете эту кнопку на несколько секунд. И потом уже вы можете регулировать, какую вам нужно сделать температуру. Допустим, сделаем это 350. В этой плойке вы не можете пойти на температуру, допустим, 350, 360. Все скачет на 20. То есть здесь можно регулировать температуру 10 больше, 10 меньше, и это здорово. Кстати говоря, с этой плойкой вместе вы получаете два таких миленьких клипа, которые вы можете использовать при стайлинге волос. Это очень здорово. Чувствуете себя как будто бы в салоне красоты, если вы понимаете, о чем я. Она нагревается, и это вам показывает, что идет нагрев, и что нужно подождать. Сейчас мы подождем, пока она нагреется. И я хочу вам рассказать об этом бренде. Бренд Foxy Buy стал очень известен, может быть, года полтора назад. Foxy Buy позиционирует себя как бренд. Зачем быть такой серой мышкой, если можно быть вот такой? Используйте наши плойки, и все будет здорово. Когда вы заходите на сайт, вас встречают очень такие классные, яркие картинки, молодежные, все. Бренд Foxy Buy — это бренд с Вескоста. Философия бренда заключается в том, чтобы вы удивляли других людей, чтобы вы впечатляли их своей энергетикой и, в том числе, своими укладками. Говорится, что создатели бренда не хотят ничего слышать о базовости, о обычности. Все только такое crazy, все такое сумасшедшее, все необычное. Ну что, ребят, наша плойка уже подогрелась. Она, да, чувствуется, что она такая достаточно горяченькая, горячая штучка. И давайте посмотрим своими глазами, будет ли какое-то различие колоссальное между использованием плойки от Ремингтона и Foxy Buy. Субтитры сделал DimaTorzok Как вы видите, эта сторона у меня уложена с новой плойкой, эта сторона у меня была уложена с плойкой Ремингтон. Скажите, пожалуйста, видите ли вы какую-либо разницу или нет? Мой муж вообще не заметил ничего. Я вижу, что эта сторона, она, ну, более объемная, понятное дело, потому что, когда вы используете плойку, которая чуть толще, хотя, в принципе, да, это чуть толще, это чуть тоньше. Цена в данном случае влияет, мне кажется, на качество волос, на то, как волосы выпрямляются или завиваются. Купив эту плойку, я сразу поняла, что я буду больше завивать ее волосы, нежели чем выпрямлять. Ну, выпрямление, давайте будем честны, это слишком скучно, а когда у вас такие небольшие волны на концах волос, это немножко более интересно смотрится. И давайте поговорим теперь о разницах в материале пластин, используемых в этих двух плойках. Видно, что эта плойка сделана из такого очень блестящего золотого материала, и, скорее всего, пластина в этой плойке, она гораздо лучше, и не будет делать так, чтобы ваши волосы высушивались. И в сравнении видно, что этот материал плойки, он лучше и выглядит, и чувствуется волосам, чем эта дешевая пластина на плойке и реминг. Если честно, я не могу сказать, что цена бренда для меня играет такую большую роль при покупке. Наверное, это все-таки отзывы, и то, из какого материала сделана плойка. Наверняка, если бы эта плойка была сделана хорошо, качественный материал, качественные пластины, я бы, наверное, не купила бы эту, потому что, ну, понятное дело, что в этом была необходимость. Однако, я остаюсь с вами с двумя разными плойками, и причина, почему я приобрела это, наверное, была, потому что эта плойка недостаточно меня устраивала, когда я ее использовала. И поэтому напрашивается, наверное, факт, который уместно было бы сказать, это то, что цена влияет на качество плойки, и, конечно, чем выше цена, тем лучше материал вы получаете в вашем выбранном стайлинговом средстве для волос. В общем, напишите мне в комментариях, ребят, пожалуйста, мне будет очень интересно, использовали ли вы какие-нибудь американские бренды стайлинговых средств для волос, или же вы сторонник европейских марок, таких как Remington, что там еще у нас есть? Или Raventa, например, два бренда, которые приходят ко мне в голову сейчас. Так что, да, надеюсь, вам, ребят, понравился этот обзор моих любимых двух плойек. Пишите в комментариях, пожалуйста, если вы хотите увидеть еще что-то другое на этом канале. Я только за, я экспериментирую сейчас, и я думаю, что вы будете тоже рады видеть эти маленькие эксперименты с сравнением разных брендов, разных вещичек. Спасибо большое, ребят, за ваш просмотр. Не забываем ставить лайки и подписываться на этот канал. Это очень поможет развитию этого молодого и зеленого канала еще. Но я с вами не прощаюсь, ребят. Еще увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok